Всем привет! Вы снова на нашем канале и сегодня я хочу немного рассказать о картинах, которые пишет моя супруга. Я выбрал сегодня две картины. Одна из них это «Облака над пшеничным полем». Она была нарисована в 2017 году и участвовала в выставке картин, которые проходили в городе Минске и проходят в гостинице Европы. Это замечательная картина, мне кажется, одно из лучших произведений моей супруги, у которой очень получается хорошо писать пейзажи, показывать красоту природы, игру красок и многое другое. Вторая картина, которую я хочу показать, это картина «Утренние дымки». Написана она в 2018 году, написана она примерно в одном стиле. Тоже очень красиво. Игра красок, очень нежные цвета и замечательная композиция, которая присутствует в этой картине, надеюсь, оставит удовольствие всем. Игра красок, очень красиво. Ну хорошо. Сегодня я хотел бы показать первую часть серии гроссмейстерских разборок, которые случились в этом году на чемпионате мира, чемпионате Европы, который состоялся в Болгарском городе Крайне. Я хотел бы показать партии с международным гроссмейстером Дмитрием Цинманом. Это один из ведущих российских гроссмейстеров. Играть им всегда интересно. Он очень цепкий игрок. Очень сложно у него выиграть. Партии оказались творческими. И сейчас я вас познакомлю с тем, как мы играли. Первую партию, первый матч мы сыграли во время командного чемпионата мира по Рапиду. Как вы знаете, Дмитрий участвовал в создании таблицы жеребьевки. И тот дебют, который мы вытащили, конечно, был откровением для нас обоих, потому что мы его раньше не встречали. Сюда, сюда. Это обязательные ходы, которые делаются. И последний ход черных, это ход БЦ5. Естественно, позиция, которая создается, она создалась искусственным путем. Белые побили. Черные вперед. И перед белыми стоит выбор плана. В первой партии я играл черными. Поэтому в атаку пошел Дмитрий. Последовало нападение. Черные вынуждены закрыться. Можно, конечно, осуществить размин. Но, как вы видите, после этого у белых достаточно слабый фланг. У черных белые выходят с разменами вперед. Единственная слабость, которая есть, это отсутствие шашки на поле Е1. Закрытие, видимо, лучший вариант. Последовал размен. И белые ушли на поле А7. В принципе, позиция примерно равная. Хотя я хочу заметить, что отсутствие шашки на поле C7. А если черные рано или поздно на это поле пойдут, то надо считаться с угрозой какого-нибудь вот такого удара. Черные могут сразу попробовать взять под контроль пункт F4. Вот. Например, вот в таком варианте получат большое преимущество. Ну, во время партии я решил, что на ход до Е5 последует ДЦ3. После чего на любой ход белые меняются. Переводят шашку на C3. Переводят шашку на Е3 рано или поздно. И после размена фланг черных будет очень слабым. Поэтому в этой позиции я решил выждать. Сделать такой ход выжидательный. Идея до Е5 остается. Например, на ход ДЦ3 черные смогут уйти. Удар не страшен. Дмитрий очень точно реагирует. Берет под контроль пункт F4. Пока туда ворваться нельзя. И никакого ДЕ5 уже нет. После нападения белые просто могут отойти. Вот. Последовало ДЦ7. Хочу отметить, что партия играла с контролем 7 минут на партию. Поэтому события происходили очень динамично. Так черные поставили очень простую угрозу. Ворваться на поле F4 и сочетание шашек F4 и A3 за черных не даст возможности белым быстро разменять эту активную шашку. У белых несколько планов. То есть дать поставить либо попытаться закрыться. В партии Дмитрий пошел Bc3. И, как я считаю, черные перешли в атаку. После этого активного продолжения. Вот. Белым надо думать, как защищать эту позицию. Последовало Cd4. F6. То есть подтягивают силы. И белые, и черные. Черные хотят зайти на пункт H4. И тогда позиция белых будет вызывать вопросы. Например, если немножко подождать. Пошли, пошли. Пошли. H4. Здесь уже большие сложности у белых. Да. То есть, смотрите. Допустим, черные нападают. И ходов нету. Потому что на жертву нападения последует удар. Черные пойдут GF6. Надо бить. Отдают шашку. Эти две шашки под боем стоят. Бить назад. Просто сбивают две. После боя сюда. Черные заходят в рыбки. И сбивая три шашки побеждают. Конечно, Дмитрий видел. Эти варианты. Вот. И в этой позиции. Никакого AB2 не последовало. Последовало размену D2, A3. Образовалось сочетание шашек A1, A3. Как правило, такое сочетание дает преимущество черным. То есть, достаточно привести любую шашку на поле C3. И проблемы белых станут достаточно большими. Но, тем не менее, черные захватили центр. И как-то мимо этой шашки пробежать по флангу не получается. Последовало ED6. Внутри G7. Мы видим, что белые немножко задыхаются в центре. То есть, если они выйдут в центр. После точного хода GH6. Выяснится, что FG3 просто нападение. И получается, что цукцванка после E5, Dc5. Белым придется в Эншпиле отдать две шашки. Что сочетание вот этих шашек может привести к тому, что черные выиграют эту позицию. Входя GF4. Ну, в партию Дмитрия GF4 пошел. Белые могут рассчитывать на ловушку. Идею, которая достаточно часто встречается. Смотрите. Допустим, черные уйдут. Белые смело меняются. Черные вроде как подводят, ставят колонку, угрожают забрать шашку. Белые с удовольствием отдают. И после GF2 побеждают. Так как две шашки D4 и H7 сильнее, чем колонка. Ну, вернемся к партии. Последовало H4. Закрываться надо. G3. Входы практически единственные. Меняться смысла никакого нету, потому что у белые оживают. Черные напали. Dc5. После этого форсированного варианта я стал искать выигрыш. Но, тем не менее, никакого даже преимущества у черных здесь нет. Почему? Потому что на нападение следует вот такой удар. Если сбить на F2, белые сбивают в дамки. После постановки дамки отдают одну. Забирают эту шашку, проводят эту в дамки и попытаются эту позицию поиграть на выигрыш. Поэтому в партии было принято решение форсировать ничью. Последовал удар. Сбили. Черные нападают. Сбивают две шашки и следующим ходом меняют шашку A1. Естественно, две дамки против одной выиграть не могут. Партия завершилась в ничью. Интересна была и вторая партия с Дмитрием. В ней я играл белыми. После размены я решил не повторять ход СД4. Потому что, в принципе, мне не понравилась та позиция, которая была у белых. А защищать ее не хотелось бы и я ушел на борт. Дело в том, что связка достаточно серьезный аргумент. Держать ее как-то у черных не получается. Дмитрий сыграл F7. Угроза очевидна. Любые ходы, кроме этого размена, приводят к тому, что черные вторгаются на поле F4. Белые поменялись. Черные также поменялись. Идти на связанную позицию. Обратите внимание. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь шашек. Черных стоит на этом фланге. Но фактически они никуда не двигаются. То есть, какая-то одна угроза есть. Но если ее белые избегут, например, ходом АСЖ3, АВ4, ЖФ2. Позиция за белых станет перспективнее играть. Дмитрий разменялся. Грозит. Ход вынужден. Последовал ЕД6. Д и Е3. Вот такая позиция. Я считал ее с преимуществом у белых. В принципе, так оно и есть. Потому что за черных надо как-то придумывать планы. В игре у черных три шашки и связка. С ней надо что-то делать. Но связка представляет из себя ударный кулак. Так что возможной комбинации на это тоже надо обратить внимание. Долго продумав, примерно половину времени потратил, Дмитрий пошел до Е5. Угроза простая. Разменяться. Связка какая-то уже не очень перспективная становится. Последовала размен СД4. Видите, пока черным нельзя поменяться. Потому что на размен белые побьют с этой стороны. И нападут с выигрышем. Задача белых удержать связку. Последовал ход ДЦ7. И ударный кулак стал работать. Появила угроза отдать одну, отдать вторую. А то есть какое-нибудь простое развитие не проходит. Черные сбивают назад и проводят удары. Я решил выждать. Сыграл ЖН2. Последовала очень точная ЦБ6. И тут вдруг выяснилось, что каких-то полезных ходов на атаку у белых практически не осталось. Почему? Потому что на ход АБ2, на который я рассчитывал на пойти АБ2, допустим, дать поменяться, выдвинуть эту шашку, пытаться сыграть на разрыв шашек по флангам, последует очень неприятный удар. Бить сюда. Черные отдадут. После боя сюда. Вот этот тэншпиль, я думаю, следует оценить как с преимуществом черных. Потому что белая дамка тут будет весьма и весьма ограничена. Рассчитав быстро все эти варианты, я пошел ЖФ4 в надежде еще продлить борьбу, но последовало четкое уравнение. Черные наносят удар. Бить в эту сторону просто последует размен. Нет колонки для того, чтобы надавить на пункт С5, а потом черные просто выводят свои шашки. Приходится бить в эту сторону и очень четкое уравнение от Дмитрия Циньмана. Бой на Ж3. Теперь белые назад бить фактически не могут, потому что выводя шашки в центр, черные получат преимущество из-за того, что у белых нет ударных колонок. Пришлось побить сюда. В А7. На мое счастье, в этой позиции белые прорываются, не отдают эту шашку Ф4, а успевают ее прикрыть. После чего партия закончилась в ничью. Следующая партия, которую мы сыграли, состоялась уже на чемпионате Европы, который состоялся в том же кранево. как я уже говорил, Дмитрий является автором позиции таблицы жеребилки дебютов, но тот дебют, который мы достали, оказался откровением и для меня, и для него. Видите, шашка Д8 перескакивает на Ф4, у белых загроможден левый фланг, приходится бить, но тем не менее, играть приходится, и мне, и ему нужна была победа в этой партии. Вот такая позиция. Черные пошли ЕФ6. Но есть еще план, связанный с ходом БЦ5, и с зажимами, но пока черные выжидают. Белые выходят в центр. Слабость, конечно, есть, но здесь, как вы видите на левом фланге белых, очень много неиграющих шашек. Последовала Ж5. Выводят. Ж4. Появляется угроза. Вынуждены, делая, разменяться. Ну, бить вперед. Пустые связки. Я думаю, сразу проиграю, да. Угроза удара. Дырка, все шашки не ходят. Надо сбить назад. Дмитрий поменялся вперед. Черными. Сейчас, без особых проблем, черные постараются выйти в центр. Последовало Де3 и БЦ5. В этот момент, конечно, слабость поля Д8 видна. Я много времени потратил на то, чтобы рассчитать вот такую жертву. То есть, белые хотят сыграть на слабость. Но, вдруг выясняется, что черные просто затыкаются и в связке, видите, не ходят ни белые, ни черные. То есть, белые только сзади, черные здесь ничего не ходят. 5 шашек черных против 6 шашек белых. И черные успевают надавить на пункт F4. Придется сыграть сюда-сюда. Черные ждут. Вот этот выходит сюда, и угроза решает в пользу черных. Напасть белые не могут, потому что черные просто подождут и собьют две шашки. Потратив много времени, ну так, не найдя ничего. Тут много в этой позиции. Вот я сыграл Cb4. Черные выходят. Ну, задача белых теперь вывести свои шашки в игру. Последовало Аb2. Gx6. Вышли на c3. Черные разменялись. Ну, и в этой позиции белые потихонечку уравняли. Вот. Последовало соглашение на несчетку. Интересно была вторая партия. Так как играли мы с очень маленьким контролем времени. Примерно 3 минуты на партию. Времени размышлять не так много. Дмитрий повторял первую партию. В какой-то момент я тоже решил повторять. Сюда, сюда, сюда. Последовал размен. Поменялись. Де3. Я повторил за ним ход bc5. И тут с ужасом обнаружил, что после жертвы белые же могут напасть в другую сторону. Для того, чтобы зафиксировать слабые шашки черных. Во время партии, конечно, меня немножко это удивило. Ничьи я не видел. И потом анализ после партии уже показал, что вот в этой позиции как ни странно очень тяжелая позиция. То есть связывают и дополнительный ход успевают сделать. Белые черным приходится ходить сюда и здесь связка решает. Черным просто некуда ходить. Видимо в партии Дмитрий поверил моему расчету и тоже сыграл на b4. этой позиции я уже не опасался. Но решил все-таки в G6 не ходить. Потому что у белых там проблем нету. А пошел в эту сторону. В чем идея? Если белые пойдут на c3, черные проводят размен по две шашки. И позиция вот эти вот тройки шашек контроль центра у черных белым надо будет что-то придумывать. Сыграл Дмитрий EF2 логично построил колонку последовало EF6 и теперь уже выясняется что после bc3 черные переходят в атаку. Поменялись поменялись и стандартная идея то есть не могут ходить на G3 белые черные грозят ударом если они туда не пойдут то черные просто пойдут в дамки. естественно гроссмейстер на такие идеи не попадается но шашка на B2 уже начинает немножко зависать последовал ход FG3 черные напали то есть их идея продавить центральными шашками позицию белых F4 смело на E5 видите ни C1 ни B2 5 шашек не ходят последовало размен и последний активный наступающий ход то есть белые идут черные идут на связку но грозят занять пункт E3 знаете если белые отойдут черные долго себя упрашивать не будут выйдут в центр выяснится что ходы то закончились у белых надо пропускать в дамки последуют размены и так далее Дмитрий поменялся черные успевают прибежать к центру и вот создалась такая позиция видите черные связки вышли шашки белых находятся все слева черные грозят поставить колонку и благодаря колонке ворваться в центр ДЦ3 А7 в этой позиции я считал что все таки шансы у черных на победу есть и как оказалось в дальнейшем выпустил выигрыш белые отдали жертвы и пошли cd2 в этой позиции уже осталось примерно по 5-7 секунд у каждого соперника поэтому игра проходила в очень быстром темпе черные пошли в дамки белые сюда я увидел что прорываться давать не стоит и решил разменяться побили побили пошли черные атакуют пошли угроза белые ставят дамку грозят поймать черные перешли на h4 я надеялся каким-то образом эту шашку забрать Дмитрий четко уравнял позицию на нападение последовал размен этой шашки после чего соперники согласились на ничью шашки черных не проходят через большую дорогу и видите белая дамка отрезала шашки черных ну и вернемся вот позиции домашний анализ показал что все таки выпустили черный выигрыш в этой позиции он достаточно красивый и поучительный после отдачи сюда сюда cd2 сюда надо было пойти b4 c5 в чем идея белые идут в дамки и черные просто связывают вот эти две шашки припрятав все свои на g7 ход вынуждены ставить дамку белые обязаны и черные ставят дамку и в этой позиции выясняется что у черных очень простая угроза не грозят отдать и подойти шашкой для того чтобы поймать дамку нападать на эту шашку бесполезно потому что черные ее отдают и пока шашка b4 под боем забирают обе шашки белых ну а после отдачи единственный практический ход бьют 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 заставляют черные и белых отдать еще одну шашку c3 угроза очевидна после чего в принципе готова петля для белой дамки единственный шанс прорваться черные отходят стопорят шашку f4 и после любого хода дамка ходят dc5 и создают двойную угрозу то есть с этой стороны дамка стоять не может попадать в петлю как только она уходит на эту сторону большая х черные ловят и побеждают вот такой вот выигрыш я выпустил следующая партия которую я хочу показать состоялась уже в основном турнире чемпионата Европы по блицу и в этой партии была очень напряженная борьба как я уже говорил Дмитрий очень творческий игрок поэтому всегда приятно играть начальная позиция белые получили три хода вперед черные вынуждены уйти на борт первую партию Дмитрий играл белыми последовала постановка кола ну что там особо выбирать не приходится и белые нападают обычно в этой позиции например у черных есть атаки на шашку c5 можно как-то двойной кол сыграть здесь отрицательное так сказать темповое число черных заставляет их бороться за уравнение данной позиции белые просто нападают их задача ну крайне проста выбить три шашки если они выбьются белые выйдут в центр сделают размены черные просто проиграют эту позицию как один из вариантов поэтому уже в этот момент черным надо думать об уравнении я напал бой бой если белые уйдут ну черные тоже уйдут получится гамбитная позиция которая и случилась во второй партии которую я покажу чуть позже ну Дмитрий решил напасть шашку забирать надо пошли пошли и тут выяснилось видите слабость поля b2 не дает белым продолжить нападение а после например хода cb2 можно просто напасть еще одну шашку для атаки подтянуть да видите опять шашка f4 неприкасаемых продумав некоторое время Дмитрий пошел cd4 черные нападают забирать с этой стороны шашку нельзя фланг остается слабым разменялись белые вперед этой позиции откровенных слабостей у белых нету да то есть шашка выводится окружить эту шашку e5 будет крайне тяжело но тем не менее игра продолжилась я пошел ab6 Дмитрий решил шашку разменять последовал еще один размен назад hg3 то есть укрепляет шашку размен ничего не дает окружение продолжается последовал ход hg5 я тут же увидел что перехожу в эншпель с личной шашкой и устремился туда черные напали размен напали размен и белые и черные бегут в дамки у белых уже у черных скоро будет и лишняя шашка в принципе шашку f6 забрать очень сложно времени уже думать не оставалось никакого я надеялся каким-то образом в этой позиции победить смотрите что случилось дальше последовал ход на h6 дамка ставится на g1 чтобы быстрее прибежать на f8 следует перевод дамки ну что хотят белые поменять c5 грозит размен надо и вот именно дмитрий напал нападать бесполезно потому что создается ничейный эншпель черные отошли последовало еще одно нападение и тут уже времени думать совсем не оставалось я уж увел шашку тут как гром среди ясного неба я увидел что мою дамку ловят побили побили лихорадочные поиски нищих на которое время не остается dc7 ход единственный hg7 ход единственный белые поставили дамку я сыграл gf6 и после хода на h6 сдался потому что ходов у черных не остались в этой же позиции можно было пойти g6 и выясняется что после нападения черные отдают и белые не успевают две шашки задержать а после хода сюда черные просто нападают и опять создается нищая вот так вот в один ход черные и проиграли перейдем ко второй партии понятно играя всю партию за выигрыш на выигрыш за черных и имея лишнюю шашку в эншпеле очень неприятно получить в итоге поражение ну предстояла вторая партия очень рассчитывал на то чтобы отыграться поставил черные уходят собственно говоря план защиты который я применил в первой партии дмитрий повторяет во второй последовало нападение ну и так как нападать b3 бесполезно я ушел на h6 дмитрий подождал нападение не страшно отстала шашка на h8 здесь не имеет значения надо заставить черных уйти на борт черные ждут вдруг нападение последует фе3 теперь уже ждать особо бесполезно потому что на какой-нибудь cb6 белые могут построить колонку и в этой позиции благодаря тому что у белых много запасных ходов черные будут думать о том как делать ничью поэтому дмитрий ушел вперед сюда 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 и в этот момент я вдруг увидел что эта позиция уже раньше встречалась в одной из партий цирик блиндер или блиндер куперман последовало hg3 черные меняются игра достаточно стандартная cb6 gf4 видите хотят белые каким-то образом связать эти шашки но у черных есть размен есть размен после которого уже у белых проблемы тем не менее позицию я знал смело пошел dc3 и последовала ошибка ход hg7 ошибка достаточно неочевидная правильнее было сыграть байпер hg7 белые нападают черные отошли белые напали и вот тут дмитрий тоже вспомнил эту партию дело все в том что если попробовать пробежать в дамке сюда побежали то следует вот такой вот интересный маневр черные хотят добраться до слабости поля f8 либо вот до слабости этих двух шажек в эту сторону жертва шашки и видите белые грозят просто напасть если нападает черные то последует удар отдается две шашки три и все собрали выиграли покажут до конца на этот ход вроде как угроза следует жертва нападение и известный финал под названием штаны оценив все эти варианты дмитрий решил разменяться собственно говоря другого нету но после размена белых выясняется что позиция черных очень плохая последовал бой сюда сюда ход cb4 видите слабость глобальная в этот момент после cb4 белые могли легко выиграть да то есть пойти просто просто пойти забирать эту шашку черные дамку поставить не могут белые легко побеждают однако чем хороши партии в блиц что не всегда выбираешь сильнейшее продолжение увидев угрозу прорыва автоматически сыграл сюда последовал ход сюда здесь уже отходить бесполезно потому что не успеваем последовал ход на g3 черные поменялись и сюда здесь позиция черных тяжелая но ничейная нельзя отдавать в эту сторону потому что после хода еf4 белым некуда ставить дамку в дамке идти тоже нельзя хотя белые нападают у черных есть вот такая жертва белые бегут грозят последовал ход gf6 сюда и в этой позиции Дмитрий совершил еще одну ошибку которую он поставил дамку на e1 этот ход проигрывает почему белые поставили дамку на d8 и вдруг выясняется что если этой шашкой просто отходить ходы у черных заканчиваются а когда они жертвуют шашку и занимают большую дорогу белые тут же ловят черную дамку и побеждают давно я не играл такие шпиля имея несколько секунд времени вообще в блице контроль времени 3 минуты плюс 2 секунды на парте то есть вот за эти 2 секунды фактически которые добавляются черные должны очень быстро сыграть последовала e7 каким-то образом белым эти шашки белых веншпиле стоят очень хорошо на бортах не подвергаются нападению шашки черных надо попробовать забрать ушли хотим напасть с большой дороги надо белые напали черные шли белые начинают прорываться в дамки черные прорываться в дамки и в этот момент уже не зная куда ходить я решил что надо как-то на шашку напасть и напал с этой стороны и в тот момент когда у соперника остался всего один ход до нищи нападение дает черную возможность форсировать нищу то есть побили бы побили бы ну естественно согласились бы на нищу в этот момент надо сказать что вот постановка дамки сюда там на поле а5 вот очень достаточно быстро белые могут выиграть этот тэшпиль но это с холодной горловой и со свободным временем в цветной тоже времени иногда не хватало после нападения на этой шашке черные просто уронили флаг и микроматч закончился в нищу ну и последняя партия которую я хотел бы показать это уже полуфинал чемпионата Европы по классическим шашкам в котором мы встретились с Дмитрием опять то есть победитель выходил на матч за звание чемпиона Европы так как в основном турнире я занял место чуть выше в этой партии меня устраивала ничья вот Дмитрию уже надо было кровь из носа побеждать ну и вытянули вот такой дебют эти ходы обязательные и в первой партии Дмитрий играл белыми ну решил логично выбить шашку Д6 вот теперь если черные выйдут в центр то никаких проблем у белых нет да хороший же план связан с тем чтобы в центр перевести шашку H6 которая сейчас стоит на борту последовало HG5 белые вытягивают отсталые шашки размен назад белые выходят вперед черные белые черные вот создалась такая позиция смотрите черные поставили простую угрозу да то есть надо куда-то шашку C3 вывести вывести ее в центр это значит дать развить черным шашку H6 видите черные потом выстраивают колонну и организуют достаточно много нападений на белую шашку F4 это неприятная угроза последовал ход на B4 H6 позиция известна в теории рекомендуется сделать размен 3 на 3 но после него претендовать на какое-то преимущество белые не могут уж тем более выиграть эту позицию крайне сложно поэтому Дмитрий в поисках борьбы пожертвовал шашку и напал идея в принципе неплохая но в данном конкретном случае не совсем проходящая последовало HG5 вынуждены белые бить назад и черные с комфортом начали контролировать центр доски а за контролем поля C5 дело не станет потому что куда-то ходить разменяются колонки есть две бортовые шашки последовал ход на B4 черные просто выводят свои шашки в центр меняться надо потеряли еще несколько ходов белые черные продолжают свою политику да то есть все шашки выходят последовало HG3 DE3 размен черных вынужден белые пытаются взять под связку позицию черных строится колонка последовал ход ED2 да с возможным разменом если белые успеют поменяться да и потом не дать черным занять пункт C5 то в принципе позиция уравняется поэтому CD6 практически вынужденный ход последовал ход F4 H6 то есть черные с комфортом расположились в центре каких-то слабостей нет белым надо думать об уравнении Дмитрий сыграл GH2 ну и тут если например черные нападут да то белые двумя разменами вперед и угрозой комбинации да то есть такой какой-нибудь простой ход не проходит а куда-то туда ходить тоже подразменами да уравняют позицию я сыграл DE7 вот и тут видите у черных появилась слабость пункт D6 как до нее добраться вот белые попробовали это сделать последовала жертва шашки но в этот момент они прозрели вот почему потому что после хода AB6 ну вроде как бы давится на это поле черные отдают и проводят несложный удар с победой продумав около минуты в этой позиции Дмитрий остановил часы и поздравил меня с выходом в финал вот такие вот гроссмейстерские разборки были у нас в этом году с международным гроссмейстером Дмитрием Цинманом из Казани вот надо сказать что игры удались я надеюсь вы оцените это по достоинству вот поздравляю с наступающими праздниками играйте и побеждайте я надеюсь я надеюсь это будет я надеюсь что я надеюсь